Здравствуйте! Приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим о капустах. Ведь если раннюю капусту мы сели где-то в парниках, в теплицах, вы тоже видели этот ролик, то позднюю капусту мы высеваем в открытом грунте. Парники и теплицах этих селить занимать не стоит. Она прекрасно вырастает. К моменту посадки в середине мая рассада имеет возраст где-то 35 дней и она вполне пригодна уже для посадки. Что мы будем высевать в эту пору? В апреле месяце мы, конечно же, съем белокочанную капусту. Потому что белокочанная капуста высевается из средней и поздней сорта. Ну, начнем со средних сортов. Что мы будем выбирать для посева? Ну, во-первых, конечно, непровознаденный сорт слава. Чем этот сорт хорош? Крупные корчаны, до 6 кг весом, белая, сочная мякоть. Она хороша как в салатах, так и идет для квашения. То есть, посеяв славу, вы уже можете в октябре иметь квашеную капусту, высокого качества, потому что слава и создавалась для таких целей. По цели славу можно дальше обратиться к сорту подарок. Сорт подарок имеет корчаны помельче, чем у славы, всего лишь за 4 кг весом. Ну, этот сорт будет созревать в начале октябра месяца. Ну, он и подобные ему средне-подние сорта, это октябрь месяц, который обеспечит нас урожаем. Конечно, их можно употреблять еще и в ноябре. Но они долго не хранятся, запоминайте этот нюанс. Ну и, конечно, очень большое разнообразие поздних сортов капусты. Капуста поздних есть как для квашения. Это та же белорусская, это та же марокапуста, это даже московская поздняя. Точно так же есть и для квашения, и для хранения. Старинный сорт Амагер, он очень популярен, до сих пор не скинул своей популярности. Есть, конечно, сорта, которые будут очень хорошо храниться. Если вы хотите иметь капусту в июне следующего года от своего урожая, надо посеять асорт Лангедейкер, каменную голову. Они не дадут больших кочанов. Качаны будут некрупные, где-то полтора-два килограмма максимум весом. Но зато они очень хорошо хранятся. В самых обычных домашних условиях в июне месяце вы будете иметь свежую капусту со своего участка. Определились с сортами белкачанной капусты. Переходим к другим. Если вы хотите иметь бесплатный источник йода, значит съем краснокочанную капусту. Сортов много, но замечу, что все сорта краснокочанной капусты, хотя они богаты йодом и прочими полезными микроэлементами, значит они все позднеспелые. Поэтому в этой группе есть только средние и поздние сорта. Поэтому старайтесь высеять их как можно раньше. Раньше посеяться, у вас вырастет большой весом качан. Ну, точно так же. Еще не поздно посеять капусту брусельскую, капусту кальраби. Смело высевайте эти капусты в рассаднике открытого грунта. Ну и дальше немного по технологии. Технология очень простая. Рассадники для открытого грунта я готовлю с осени. Вношу органические удобрения из расчета ведро 1,5 на 1 метр квадратный. Все это заделываю почву под перекопку. Перекапываю почву. Сразу по перекопанной почве я рассею доломитовую муку. Почему доломитовую муку? Можно, конечно, использовать и мел, можно использовать и залу. Любой из этих, ну, весшеств приветствуется. Почва необходима. Капуста любит нейтральные почвы. Когда будет рассада выращиваться на капусте с нейтральной или шелочной реакцией почвы, значит, эта рассада не будет болеть киллой. Вот так мы защищаем нашу рассаду от того, чтобы она не заболела на стадии рассады. Вношу и все оставляю под зиму. Снег, дожди, талые воды, все делают то, чтобы почва наша нейтрализуется. Весной почву для того, чтобы скорее просыхало, я прохожу грабельками. Прошел грабельками, поравнял поверхность почвы, она быстро подсыхает. Подсохла почва, я вношу сложное смешанное удобрение, которое содержит все элементы питания. Это у нас в Белоруссии, это 16-16-16. Такую нитроаммофоску внес в оградках и опять же грабельками заделом. И осталось ждать только более теплых дней. Когда наступают теплые дни, а это как заметно, днем температура становится 13-15 градусов, и ночью становятся плюсовые температуры. Вот в эту пору я дальше уже готовлю свой рассадник. Дополнительно на этой площади, где я буду высевать капусту, я рассеваю суперфосфат. В той же дозе столовая ложка на метр квадратный. Рассеял суперфосфат, опять же заграбываю суперфосфат, после этого делаю рядочки и высеваю капусту. Но просто посеять капусту в открытый грунт, это будет большой ошибкой. Почему? Потому что, если вы замечали, все голландские семена капусты, они протравлены, они имеют или розовую, или зеленую, или синюю какую-то окраску. Они уже протравлены. То есть они защищены, чтобы всходы не побили разные болезни. Чтобы разные болезни напали наши всходы, не дали нам там черную ножку, дали и другие болезни. Для того, чтобы иметь хорошие и дружные всходы капусты, и быть спокойным за свои сенсы, я проливаю их препаратом триходермопрофит. 100 мл на 10 л воды, обычно дозировка, защитит мои всходы от всяких напастей, которые находятся в почве. Ну и дальше сделали посев, полили леечки, накрыли полиэтиленовой пленкой, прижали какими-то колышками, арматурой прижали, чем угодно. И все, ждем, пока взойдет наша капуста. В таком случае она всходит где-то на 10-14 день. При этих колебаниях температуры, которые бывают у нас в Беларуси, в это время. Но это время, когда? Это примерно 10-20 апреля. То есть в середине месяца у нас оптимальное время для посева капусты. Если я хочу получить быстрые всходы, я использую другую технологию. Начало такое же самое. Я высеваю капусту, прикрываю причинной пленкой. Но потом поверх пленки я устанавливаю дуги, устанавливаю парник со сванбондом, устанавливаю парничок со сванбондом. И пока температура ночью колеблется до минусовых температур, еще поверх я буду накрывать этот парничок со сванбондом полиэтиленовой пленкой. В таком случае капуста сходит на 6-7 день. Ну и вдобавок она взевается гораздо-гораздо лучше. Ну когда температура уже повышается до 20 градусов в день, значит пленку я с капусты снимаю, но сванбонд я оставляю. Что дает спанбонд в данном случае? Значит под спанбонд не залетают красноцветные обложки. А вы знаете, сколько неприятностей доставляет этот мелкий вроде бы вредитель. Точно так же градки, которые просто были накрыты пленкой, пленку я снимаю и опять укрываю спанбондом, для того, чтобы защитить от этого вредителя. Конечно, есть способы. Можно посыпать табачной пылью, чтобы подпынуть красноцветную обложку. Можно залой припылить. Это все помогает. Но лучше, конечно, не заниматься дополнительной работой. Спанбондом прикрыли, и рассада растет хорошая и крепкая. Рассада выросла хорошая, имеет 5-6 листиков, значит пришла пора высаживать ее уже в открытый грунт. Рассада поливается, подкапывается. Не дергаем рассаду, а подкапываем, для того, чтобы не порождались корни. Высаживаем в открытый грунт. В луночку добавляем, конечно, и звездковый материал, будь то зола или доломитого мука. Можем добавить немного удобрения минерального, буквально чайную ложечку. И все, посадили, и ожидаем богатого урожая. Так что сделайте так. Вы будете иметь хорошую, крепкую рассаду собственного производства. И, возможно, вам хватит не только себе, но и что, даже и поделиться с кем-то. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин